Предпочитаю не читать новости, но иногда все же нужно быть в курсе дела. И если слишком сильно переволнусь, то помогают в основном практики дыхания или всякие травяные чины. Еще в середине сентября шкала тревожности оставалась на отметке в 35%. Однако сейчас всего 26% граждан смогло сохранить спокойное состояние. Как сообщают исследователи фонда «Общественное мнение», на фоне экономических трудностей уровень страха среди граждан РФ растет. Социологи посчитали, что большинство сталкиваются с тревожным состоянием в связи с плохим материальным положением. Обстановка будет постепенно снижаться уровень инфляции, что происходит уже в течение нескольких месяцев. Также большое эмоциональное давление на россиян оказывает сложная сложившаяся политическая ситуация, причем как внутренняя, так и внешняя. В настоящее время против России, против российской политики сложилась достаточно недружественная политика стран Запада. И в этой связи, конечно, те напряжения, которые сегодня испытывает наше государство, они сказываются и на обществе. И поэтому в этой связи можно говорить о том, что те угрозы, которыми Запад сегодня пугает Россию, их нужно воспринимать именно в контексте общей международной политической обстановки. Как оказалось, с возрастом россияне нервничают реже. Самыми эмоционально стабильными сейчас остаются граждане старше 60 лет. Специалисты советуют придерживаться простых правил. Во-первых, нужно понять, насколько эта тревожность требует помощи специалиста. Если эта тревожность такая временная, ситуационная, психологическая и не связана с какими-то расстройствами, то бороться не надо. Она уйдет, взойдет солнце, все будет хорошо. Выспитесь, все исчезнет. Если же у вас беспричинная тревожность, беспричинное состояние, и трудно даже объяснить, почему они. Тут нужно уже, конечно же, обращаться к специалисту, потому что это, возможно, невротические расстройства. На вопрос, как студенты справляются с приступами тревожностью, все отвечали по-разному. Я предпочитаю вообще не обращать внимания на тревожность и продолжать жить так, как я живу. Пытаюсь заняться учебой. Свободное время почти у нас нету. Весь день забить. Да вот у нас и практика начинается. Ну, стараемся анализировать все, что вокруг нас в мире происходит. Но не углубляемся, потому что не знаем, что завтра будет. Ну, все надеются на лучшее. Смотрю фильмы тоже иногда. Ну, это так. Это редко бывает вообще. Ну, сами понимаете, учебу. Чтобы сохранить холодную голову и хорошее самочувствие в сложный период, необходима информационная гигиена, фильтрация потока входящей информации. Доверяйте лишь проверенным сайтам и не ведитесь на внешние манипуляции. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюс.